Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. В природе все почти как у людей. Хочешь надеть на себя корону – сначала докажи, что она твоя. Обычно это решается весьма примитивным способом – силой. Собственно, наш сегодняшний гость избрал именно эту тактику. Для избрания себя в цари свое право на престол он доказал, да так, что в итоге его боится весь Черный континент. Встречайте венциносного орла – крупную птицу семейства ястребиных. А во владение этого пернатого царя входят огромные просторы Центральной, Южной и Восточной Африки. Венциносный орел – самый крупный и темно окрашенный африканский лесной орел. Графитово-черная спина и светлое полосатое брюхо. Отличный маскировочный наряд, позволяющий хищнику до нужного момента оставаться незамеченным. Цари регулярно патрулируют границы своих владений, прогоняя других крупных хищных птиц. О своем присутствии на данной территории они обычно сообщают громким криком. Кстати, у орла, чувствующего приближение опасности, поднимаются перья на затылке. Это и есть тот самый венец. Размах крыльев венциносного орла – до двух метров. Вес около семи килограммов. Именно такие габариты позволяют пернатому царю охотиться на животных размером с обезьяну или мелкую антилопу. О венциносном орле на Черном континенте существует множество легенд и историй, где описываются случаи нападения этих орлов даже на человеческих детенышей. И вполне возможно, что эти слухи основаны на подлинных событиях. Венциносный орел выслеживает свою жертву, сидя на дереве. Увидев подходящую добычу, он срывается с ветки и быстро летит вниз. Его атака молниеносно. Особые маньяки для того, чтобы завалить особенно крупную добычу, используют тактику и стратегию. Они охотятся в паре. Один орел его вспугивает, а другой ловит. Пока один орел постоянно мельтешит перед глазами, отвлекая жертву, второй заходит со спины и наносит сокрушительный удар. Острые когти вкупи с мощным клювом плюс ускорение, набранное во время полета, все это равняется сверх мощному удару, который может убить даже человека. Что уж там говорить про более мелких животных. Не слишком тяжелую добычу орел уносит в гнездо или высоко на дерево, где ее съедает. Причем полностью вместе с костями. А крупную добычу он разрывает на земле на части, которые одну за другой уносит на дерево и потом тоже съедает. Кстати, несмотря на свои довольно значительные размеры, венценосный орел довольно ловко маневрирует среди деревьев в густом лесу. Однако у царей тоже бывают проблемы. Например, найти себе достойную королеву на всю оставшуюся жизнь. Это задача не из легких. Самцы завоевывают сердце своей единственной и неповторимой головокружительными па в небе. Ну а будущая королевишна тщательно прогоняет жениха по всем фигурам высшего пилотажа, определив будущие навыки работы в паре. Ведь надо же использовать в будущем тактику парной охоты. А завершается процесс ухаживания небесным танцем, который закрепляет узы королевского брака. Однако вместо медового месяца молодоженов ожидает сезон строительства. Ради единственного птенца родители построят дворец диаметром в 2 метра, а строить они будут его, нет, не 20 лет, а 5 месяцев. Обзаведясь жилплощадью. Королева обзаводится ей яйцами, вкладки их не больше двух, но с вероятностью в 95% выживет только один. Следующие 4 месяца мамочка будет сидеть с дитяткой почти безвылазно, а тяжелая участь кормильца полностью ляжет на плечи отца. И даже после того, как ребенок встанет на крыло, он будет жить на территории этого дворца и всячески поддерживать контакт с венциносными родителями. В общем, как я и сказала, все как у людей. А как вы думаете, за что эти орлы так не любят обезьян? Напишите свое мнение в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова